Внимание! Внимание! Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Кулахметов Марат Минюрович. Председатель Верховного Суда Республики Южная Осетия Кочиева Олеся Ахсаровна. Руководитель администрации президента Республики Южная Осетия Козаев Игорь Вахтангович. Секретарь Совета Безопасности Республики Южная Осетия Вальев Валерий Павлович. Первый заместитель председателя парламента Республики Южная Осетия Гасев Петр Леонидович. Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Медоев Дмитрий Николаевич. Министр Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Чочиев Азамат Олимбегович. Министр юстиции Республики Южная Осетия Лалиева Залина Юрьевна. Министр внутренних дел Республики Южная Осетия Пухаев Мераб Дмитриевич. Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Элбакиев Алан Мухарбекович. Исполняющий обязанности генерального прокурора Республики Южная Осетия Багаев Магомед Вячеславович. Официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Южная Осетия Плиев Алан Султанович. Государственный советник президента Республики Южная Осетия Горбунов Валерий Анатольевич. Руководитель службы внешней разведки Республики Южная Осетия генерал-лейтенант Варзиев Алексей Александрович. Председатель комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия Ширан Олег Игоревич. Начальник государственной службы охраны Республики Южная Осетия Захарченко Андрей Николаевич. Начальник пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Южная Осетия генерал-майор Щемерин Владимир Сергеевич. Глава администрации города Цхинвал Кочиев Алан Григорьевич. Командир 4-й военной базы Министерства пороны Российской Федерации в Республике Южная Осетия гвардии полковник Вязовский Роман Юрьевич. В ознаменовании 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне парад победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнали Симон. 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 Законодательством установлено, что знамя победы является официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Субтитры подогнали Симон. Лейтенант Ибрагим Гассеев. Командует парадом начальник генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Республики Южная Осетия, гвардии генерал-майор Виктор Федоров. Товарищ министр обороны Республики Южная Осетия, войска с кинвайского гарнизона для парада во знаменование 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены командующей парадом гвардии генерал-майор Федоров. По традиции парады во знаменовании важнейших государственных праздников проводятся на центральной площади города Героевский инвал. Отсюда волны-добровольцы уходили на фронт. Здесь бойцы отрядов самообороны в начале 90-х годов прошлого столетия принимали присягу на верность Родине. Эта площадь стала для всех нас священным местом со своей богатой историей. Местом единения всего народа во имя свободы и независимости. Местом единения всего народа во имя свободы и независимости. Гвардии генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев и гвардии генерал-майор Виктор Федоров совершают объезд парадных расчетов. Поздравляют участников парада 76-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Ура Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Гвардии генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев поднимается на правительственную трибуну для доклада о готовности парадных расчетов верховному главнокомандующему вооруженными силами президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову Товарищ Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Республики Южная Осетия, Войска Схимвальского гарнизона к параду вознаменования 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне готовы! Министр обороны Республики Южная Осетия, генерал-лейтенант Гассеев! Война! Война! Уважаемые сограждане, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, товарищи солдаты и сержанты, товарищи офицеры и генералы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с этим великим праздником, который на протяжении стольких лет чтут все ныне живущие поколения, и которые будут чтить наши внуки и правнуки, так, как это делаем мы! Отмечая этот святой день, мы отдаем дань памяти героизму фронтовиков, которые своим ратным подвигом, своей кровью, силой духа и преданностью Отечества проложили путь к победе, защитив право народа на жизнь и свободу. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на войне. Невозможно забыть сражения за Москву, Сталинград, битву за Кавказ и Крым, Курскую Дугу, бои за освобождение Европы, подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто ценой невероятного напряжения сил ковал оружие и обеспечивал сражающуюся армию всем самым необходимым. Сегодняшний день для нашего народа память о беспримерном героизме и о цене победы. Вклад Южной Осетии не сравним с размерами нашей страны. Мы потеряли больше жизни наших воинов, чем целый ряд вместе взятых государств дальнего зарубежья, претендующих на историческую значимость своей роли в победе над фашистской Германией. Сыны Осетии показали на полях сражений Великой Отечественной образцы подлинно массового героизма. Они громили врага, не исчая ради победы своих жизней. Из Южной Осетии, понявшей огромные людские потери от геноцида 1920 года, на фронт ушло около 22 тысяч воинов, почти все взрослое население. Из этого числа домой вернулось всего около 3 тысяч человек. Вдумаемся в эти цифры. Минутой молчания почтим ушедших героев. Минутой молчания почтим ушло. Уважаемые соотечественники, за десятилетия, минувшие с памятного 1945 года, в мире произошли огромные перемены. Сильно изменилась жизнь и в Южной Осетии. Но в сознании людей продолжает жить память той войны. Во многих семьях из поколения в поколение передают истории прадедов-фронтовиков, как священные реликвии берегут фронтовые письма, фотографии и боевые награды. Из этой немеркнущей памяти родилась и новая традиция – акция «Бессмертный полк». Бесконечные шеренги «Бессмертного полка» – наше свидетельство тому, что новые поколения народа-победителя никому не позволят перечеркнуть и обнулить итоги Великой Отечественной войны. Мы бесконечно признательны тем, кто добыл Великую Поведу всем, кому посвящен сегодняшний праздник. Честь и слава ветеранам Великой Отечественной, крепкого им здоровья, долголетия и благополучия. Внуки и правнуки героев, одержавших победу над фашистской Германией, доказали, что достойно продолжают традиции мужества и любви к Родине, что хорошо усвоили науку побеждать. Среди них и братья по оружию, участники сегодняшнего парада – воины Южной Осетии и воины России. Отчизна по праву гордится своими защитниками. Мир – величайшая ценность, и наши народы, вынесшие ужас и тяжесть стольких лет, знают, что нет большего счастья, чем мирная жизнь. Но если кому-то вновь захочется разжечь огонь войны, пусть знают, любой вооруженной агрессии, любому посягательству на мирную жизнь страны будет дан достойный отпор. А будущее Южной Осетии вместе с Россией будет мирным, успешным и счастливым. Да здравствует победа советского народа в Великой Отечественной войне. Да здравствуют ветераны в воиной победе. С днем победы, дорогие друзья! Ура, товарищи! Ура, ура, ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шагом марш! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok В них принимали участие А после 2009 года в парадах принимают Также воинские контингенты Российской Федерации В Республике Южная Осетия Последние годы В различных странах Пытаются переписать историю Второй мировой войны Принизить роль Советского Союза В разгроме фашизма Но мы всегда будем помнить Великий подвиг наших отцов и дедов На фронтах Великой Отечественной Сражались 22 тысячи бойцов Из Юго-Осетинской автономной области Это каждый пятый ее житель Из них более 11 тысяч погибли на поле боя Более 7 тысяч воинов до сих пор считаются Пропавшими без вести Героями Советского Союза Стали 32 осетина 8 из них Уроженцы Южной Осетии В числе героев осетин Прославлены полководцы Дважды герой Советского Союза Герой Монгольской Народной Республики Генерал армии Иса Плиев Герой Советского Союза Генерал армии Георгий Хитагуров Герой Советского Союза Генерал-полковник Хаджи Умар Мамсуров Военный парад открывает Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Южная Осетия Первый заместитель министра обороны Гвардии генерал-майор Виктор Федоров В сопровождении курсантов Барабанщиц Кадетской школы Генерал-майор Виктор Федоров Генерал-майор Виктор Федоров Перед трибуной знаменная группа с боевым знаменем вооруженных сил Республики Южная Осетия. Знаменную группу возглавляет гвардии лейтенант Ибрагим Лалиев. Боевое знамя несет гвардии старший сирсан Сослан Октайев, который сегодня отмечает свой день рождения. В парадном расчете старшие офицеры органов управления Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил Республики Южная Осетия. Во главе расчета гвардии полковник Гамлет Габараев. Перед трибуной парадной расчет командования звездовой бригады, которую возглавляет командир бригады гвардии подполковник Давид Лохов. В составе колонны военнослужащие кавалеры ордена Лат-Колумбия. В парадном строю парадный расчет женщин военнослужащих во главе с гвардии подполковником Цюрик Вейдеровой. Женщины военнослужащие выполняют задачи наряду с мужчинами и отличаются ответственным отношением к выполнению обязанностей. В парадном строю расчеты батальона специального назначения имени полковника Василима Мулдарова, элитного подразделения Министерства обороны Республики Южная Осетия. Знаменную группу возглавляет гвардии майор Алексей Захаров, боевой знамя в руках гвардии лейтенанта Дмитрия Кумкиева, ассистентный гвардии лейтенант Александр Шаблоков, следовой сармат Горстаев. Первый парадный расчет возглавляет командир батальона майор Инар Сабанов, внук героя Советского Союза Григория Сабанова. Второй парадный расчет возглавляет гвардии старший лейтенант Лерий Сабанов. Бойцы спецнадок способны выполнять боевые задачи любой сложности. У трибуны военнослужащие мотострелкового батальона Министерства обороны Республики Южная Осетия, во главе с командиром подразделения гвардии майором Автодилом Ягулаевым. У трибуны курсанты кадетской школы. Кадеты являются последователями славных воинских традиций, доставшихся нам от старших поколений воинов. Кадеты регулярно принимают участие во всероссийских сборах кадетских корпусов и неизменно становятся победителями и призерами различных конкурсов. Возглавляет парадный расчет офицер-воспитатель гвардии капитан Феликс Каватов. У трибуны знаменные группы парадной расчеты четвертой базы Министерства обороны РФ, дистанцированная в Республике Южная Осетия. Командир парадной колонны полковник Владимир Сердюгов. Знаменную группу с государственным флагом Российской Федерации возглавляет майор Владимир Гоголев. Флаг несет старший лейтенант Николай Гаршин. Знаменную группу с боевым знаменем четвертой военной базы возглавляет майор Андрей Сорокин. Знамя несет лейтенант Сахар Гаршин. Парадный расчет первого мотострелкового батальона четвертой военной базы возглавляет лейтенант Сармаднаниев. У трибуны военнослужащих 2-го мотострелкового батальона четвертой военной базы расчет возглавляет старший лейтенант Кирилл Белый. На площади третий парадный расчет четвертой военной базы, которую возглавляет капитан Андрей Козлов. Парад на строю военнослужащих разведывательного батальона. Перед трибуной знаменная группа и парадный расчет пограничной службы Комитета госбезопасности Республики Южная Осетия. Пограничники с честью и достоинством выполняют задачи по защите государственной границы. В знаменной группе капитан Дмитрий Догузов, старший прапорщик Игорь Догузов, лейтенант Людвиг Джоев, старший прапорщик Вадим ТДФ. Парадный расчет возглавляет подполковник Рузен Абайев. У трибуны знаменная группа и парадный расчет Министерства по делам гражданской обороны с чрезвычайными ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Южная Осетия. В знаменной группе капитан Инал Гагиев, капитан Андрей Кумаритов, лейтенант Олег Схавребов и старший лейтенант Артур Джоев. Парадный расчет возглавляет капитан Руслан Гегулаев. Перед трибуной парадный расчет Министерства юстиции Республики Южная Осетия во главе с лейтенантом Арленом Кочиевым. У трибуны знаменная группа МВД Республики Южная Осетия в составе старших лейтенантов Сослана Джоева, Алана Андреева, Алана Бигулаева и Вадима Джагаева. За ними следует парадный расчет женщин-сотрудников Министерства внутренних дел, возглавляемый кавалером ордена Латсамунга, подполковником милиции Шореной Деканаидзе. В знаменной группе отряда милиции особого назначения полковник Нодар Эльзаров, майор Дамбулат Тигев, прапорщик Ильин Джагаев, старшина Ибрагим Ухаев. Во главе первого парадного расчета ОМОН майор Сотслав Заттеев. Указом президента Республики Южная Осетия в феврале 2011 года отряду милиции особого назначения имени Вадима Газаева за большие заслуги Шерезотечества было вручено боевое знамя. Во главе второго парадного расчета ОМОН майор Инал Габараев. Отряд милиции особого назначения славен своими славными боевыми традициями. Это одно из старейших подразделений Южной Осетии. Бойцы ОМОНа всегда стоят на страже внутренней и внешней безопасности государства. Военный парад продолжает конная группа поган управления ФСБ России в Южной Осетии. Возглавляет группу подполковник Евгений Козлитин. Субтитры crowned precautions. АПЛОДИСМЕНТЫ Кавалер медали, защитник Отечества, полковник милиции Мурат Абаев и командир моторизованной РОПИ ОМОН, кавалер медали, защитник Отечества, подполковник милиции Мелк Хавребов. В трибуне приближаются бронетранспортеры, экипажи которых состоят из бойцов отряда милиции особого назначения имени Вадима Газаева. В составе первого экипажа, кавалер медали, защитник Отечества, заместитель командира роты ОМОН, майор милиции Владимир Хавребов. В составе экипажа второй машины, командир взвода ОМОН, капитан милиции Яков Бибилов. На площадь вступают колонны бронетранспортеров, вооруженных сил Республики Южная Осетия. В составе экипажей, кавалеры государственных и ведомственных фронтград. Отличники военной службы, гвардии старший лейтенант Сергей Битиев, гвардии старший сержант Алан Поростаев и рядовой Ян Козаев. На площади колонна бронетранспортеров 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Основой защиты боевого расчета от воздействия огневых средств противника, в том числе ядерного, химического и бактериологического оружия, служит круговое бронирование машины, герметизация корпуса и башни, создание в них избыточного давления очищенного воздуха. Машина вооружена башенной пулеметной установкой, средствами связи, системой защиты от оружия массового поражения, противопожарным оборудованием, системой обеспечения обитаемости. На площади реактивной системы залпового огня ГРАД вооруженных сил Республики и 4-й военной базы Российской Федерации. Система залпового огня БМ-21 ГРАД предназначена для поражения открытой и укрытой живой силой, небронированной и легкобронированной техники, активистских и минометных батарей, командных пунктов и других целей противника при нахождении их в районах разведоточения и в ходе боевых действий. ГРАД успешно применялся в климатических условиях Азии, Африки и Латинской Америки, в России во время боевых действий в Чечне, а также в борьбе с грузинскими войсками в Южной Осетии. У трибуны на летних парадных расчетах буксируемая артиллерия БС-3. Это 100-мм полевая пушка образца 1944 года. БС-3 способна эффективно бороться с танками противника на дистанциях, превышающих дальность прямого выстрела. Она активно и успешно использовалась в Великой Отечественной войне. После ее окончания она долго состояла на вооружении Советской Армии, послужила базой для создания семейства мощных противотанковых пушек, использующихся в Российской Армии в настоящее время. За ними к трибуням приближаются 122-мм гаубицы Д-30, состоящие на вооружении нашей армии и 4-й гвардейской военной базы Российской Федерации. 122-мм гаубица Д-30 является модифицированным вариантом гаубицы и предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, как на открытой местности, так и находящихся в укрытиях по львову типа. На площади 120-мм полковые минометы Министерства обороны Республики Южная Осетия На площадь вступают 23-мм гаубицы установки вооруженных сил Республики Южная Осетия. Республики Южная Осетия Министерства обороны 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 Республики Южная Осетия Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok